1050 экземпляров пропавшей коллекции златоустовских оружейников переданы в областной краеведческий музей. Изделия были найдены силовиками в ходе расследования уголовного дела. Оно закрыто. И теперь директор фабрики Булат требует вернуть вещь до Киему. Почему, знает Ульяна Любимова. Оригинальные клинки, шпага Ивана Бушуева 1830 года, портсигар, сабли и шашки. Сотрудники музея аккуратно развешивают и раскладывают ценные экспонаты. Больше тысячи потерянных два года назад изделий златоустовских мастеров привезли в областной музей в 50 мешках. Эта коллекция, по словам краеведов, как и каслинское литье, уникальна. И если коллекция каслинского литья достаточно полная, изделия златоустовской гравюры, да, они были очень неполные. Теперь эта коллекция, ну, в общем, 100% всех предметов, хотя бы по одному экземпляру, у нас есть. Сегодня бесценные предметы культуры занимают свое место в Челябинском музее. Совсем недавно они были вещественными доказательствами. В музеях передали сотрудники ФСБ после двухлетнего расследования. В 2013-м оперативники обнаружили на оружейном заводе «Булат» пустой склад. А по документам там должны были находиться более тысячи редких образцов оружия и предметов быта. Все кубки, посуда и оружие бесследно пропали. ФСБ инициировало проверку по краже государственного имущества. Однако факт хищения не подтвердился. Образцы холодного оружия 19-20 веков нашли. Часть нашли на фабрике, что-то в коллекциях частных. Просто люди сразу вернули, потому что они, в принципе, даже не знали, что это предметы из коллекции ассортиментного кабинета. Почему следствие это не усмотрело умысла хищения? Все экспонаты считаются культурным наследием страны и государственной собственностью. Поэтому их разместили в Краеведческом музее. Но оружейники с этим не согласны. Считают, что гравюры на стали принадлежат мастерам Златоуста. Директор оружейной фабрики Валерий Томея намерен оспорить это в суде и направить заявление в прокуратуру. Для уникальных изделий на заводе готовы отдать ассортиментную комнату. Пока шло расследование, ее отремонтировали. А пока в Челябинском музее продолжают замерять и описывать каждую найденную гравюру, шкатулку или поднос. Над некоторыми экспонатами приходится трудиться и реставраторам. В этом зале реставрации уникальная коллекция готовится к выходу в свет. Некоторые экземпляры нужно просто протереть спиртом, у других убрать коррозию. А вот, например, в этом кинжале расшатанное крепление. Его нужно зафиксировать. Всю коллекцию златоустовской гравюры на стали жители Челябинска смогут увидеть уже в эти выходные. Кубки с изображением Брежнева, именные клинки и уникальные столовые приборы, ценность которых определяют в 1 миллиард рублей. Ульяна Любимова, Александр Павлов, ОТВ.